Всем привет, с вами Вова Ломов и Теплица социальных технологий. Сегодня мы поговорим об анимации, точнее говоря, моушн-графике, что называется народными средствами. Поскольку моушн лучше делать все-таки в After Effects, ну в крайнем случае во Fusion. Программы сложные, но как известно, лучше один день потерять, потом за пять минут долететь. Ну для тех, кто боится сложных программ, а страсть, как хочется или нужно сделать динамичную презентацию, чтобы все ахнули, я покажу инструмент под названием Sparkle VideoScribe. Я правда немного ахнул о цен, но тут есть бесплатный недельный триал, а значит посмотреть можно. Тут всяческие регистрации, пароли установки и мы в Sparkle. Что это? Тут у них есть презентационное видео, которое вполне показывает на что способен Sparkle. Выглядит вполне эффектно, прямо скажем. На Watermark не обращайте внимание, это реальная версия, если купить программу он уберется. Итак, выглядит эффектно. Если вы сделаете презентацию в таком виде, многие обзавидуются. Делается это не очень сложно, но это же и плохо. На первой презентации обзавидуются, на второй скажут, где-то я это уже видел, на десятой скажут, как надоели эти мелькающие руки от презентации к презентации одно и то же. Но пока это в новинку можно воспользоваться. Как я уже сказал, тут все не очень сложно. Создать новый скрайп. И тут у нас есть возможность вставить музыку, даже записать голос, рассказывать об этом не буду, не успею. Тут можно изменить бэкграунд. Давайте даже изменим. Сделаем наконец хоть что-то. Дальше можно поменять руку, которую вы будете рисовать. Можно поставить ноу-хэнд, вообще без руки. Можно выбрать фломастер. Ну то есть он показывает, как это все будет выглядеть. Все понятно. Можно, например, изменить руку. А вот Рози. А вот Ханна. Не знаю, чем они различаются, но возможность такая есть. Таким образом мы задаем рисование по умолчанию. В каждой отдельной сцене можно выставить свой способ, но об этом позже. И здесь кнопка для рендера, то есть выгнать готовое изображение. Тут три основные кнопки. С их помощью можно вставить изображение, текста или графики. Давайте уже наконец что-нибудь вставим. Изображение. Тут достаточно богатая библиотека изображений и это хорошо. Вот, например, люди. Более того, мужчины. И они тут на все случаи жизни. Если недостаточно, можете загрузить собственное изображение. Он поддерживает СВГ. Но загрузка это тоже отдельная тема и тоже не буду на ней останавливаться. Ну и давайте вставим что-нибудь, что я уже вставлял. Вставили. И посмотрим, как это все будет выглядеть. Точнее не все, а пока только один слайд. Вот так это будет выглядеть. Руку мы правда выбрали дурную, она рисует ластиком, но уж ладно. Итак, по каждому изображению есть настройки. Кликните, они появятся. Во-первых, можно центрироваться на изображении, если вы куда-то уехали по листу. Потом можно заблокировать изображение, наоборот скрыть или даже удалить. И можно раскрыть настройки по изображению. О господи, тут их много и я не смогу рассказать про все. А тратить два и более скринкастов на спаркл точно не буду. Так что очень коротко. Тут вы можете задать, как будет рисоваться именно эта картинка. Независимо от того, что у вас стоит по умолчанию. Тут настройки анимации. Тут скорость, с которой будет рисоваться. Пауза, то есть сколько картинка будет держаться. И тут скорость перехода к следующей картинке. Чтобы это понять, давайте нарисуем следующую картинку. Сейчас я тут быстро все панно выставляю. Итак, у нас тут открытый мир. Все рисуется на одном листе. Среднее колесо мыши менять масштаб. Зажатая левая кнопка мыши двигать лист. Подвинули и добавим текст. Здесь мы выберем гарнитуру. Тут тоже есть свои особенности, но об этом позже. Мы его можем куда-нибудь деть и также настроить скорость анимации. Вот так. По окончании он зуммирует все изображение, чтобы все влезло в кадр. Но это можно отключить. Сейчас у нас сначала рисуется домик, потом пишется текст. Это я убыстрил, в реале все медленнее. Если поменять слайды местами, то будет наоборот. То есть внизу аналог таймлинии и все происходит в соответствии с положением кадров на таймлинии. Сейчас мы добавим еще один объект. Объекты, соответственно, можно не только двигать, но и изменять в масштабе и даже крутить. Тоже пройдемся по настройкам анимации и изменим, например, способ появления последнего объекта. Сейчас он draw, то есть рисуется. А мы поставим move in, то есть вдвигается. И тут можно выбрать, откуда он будет вдвигаться. Вот сейчас из правого нижнего угла, а сейчас из левого верхнего. И также можно изменить траекторию, сделать ее более плавной, например. Как это все выглядит? Вот так. Давайте еще руку уберем, не нужна тут рука. Все. Сейчас я быстро расскажу про тексты и можем выгонять. Прежде чем использовать шрифты, их нужно добавить из системы. Но по умолчанию он не добавляет кирилличные шрифты. И потом пишет, я не понимаю, что это за текст вы написали, если вы написали по-русски. При добавлении вот здесь нужно выбрать кириллик, и все будет отлично. Все. Установили шрифты. Будем выгонять. Вот эта кнопка. А, вот эта галочка, я говорил, он в конце зуммирует, чтобы все влезло в кадр. Если вы хотите оставить последним кадром последний объект, просто уберите галочку. Ну и все. Здесь мы меняем. Не меняем. Разрешение. Менять можно на платном тарифе. Вот изверги. И ватермарк, и неделя триала, да еще и разрешение не поменять. Ладно. А, и фреймрейт тоже не поменять. Ну не знаю, это уже какой-то начал двухтысячных. Ладно, выгоним как есть. Выгоняет он тоже медленно, но мы это убыстрим. И вот такой вот удивительной красоты результат мы получаем. Ну не знаю. Я все-таки решился приступить к фьюжн в DaVinci. Буду потихоньку разбирать эту программу. Там все конечно сложнее, но во-первых это бесплатно, а во-вторых вот это ну прямо совсем начальный уровень. Там можно делать все-таки по-настоящему крутые вещи. Так что подписывайтесь на канал, пишите комментарии, ну и любите друг друга.